Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном важном мероприятии, которое необходимо выполнять для обеспечения высокого урожая многих плодовых и ягодных растений, но я вам его расскажу на примере смородины. Смородина с ее ранним началом вегетации, вот еще яблоня находится в стадии там розового или зеленого конуса, еще груша только-только показала, стали набухать ее почки, а у смородины листики уже показались, еще пара теплых дней, они распустятся буквально полностью и выбросят отсюда цветочные кисти. И одновременно смородина и крыжовник начинают атаковаться различными вредителями. Наиболее опасными вредителями являются, конечно, и златка, и клещ почковый, и моль смородиновая, и многие другие. Тли, конечно, очень сильно повреждают смородину. Когда мы видим явные уже повреждения, когда на красной смородине листья начинают бугриться, а на черной смородине верхушки начинают крутиться, и мы обнаруживаем там тлей, это означает, что мы с обработками уже очень сильно опоздали, и урон нашим растениям уже нанесен, и особенно большой урон наносится не только урожаю этого года, но и урожаю следующего года, потому что те побеги, которые повреждаются в том числе тлями, а на них закладывается основа будущего урожая. Поэтому своевременное начало и продолжение обработок против вредителей является очень важным. И всегда сложным вопросом для многих, ну даже опытных садоводов, является, когда же сделать первую обработку. Для этого существуют различные способы. Можно наблюдать за фенологией, ну то есть за развитием самих растений. Кто-то говорит, вот когда появились маленькие листочки, кто-то говорит, когда листик полностью сформировался и приобрел нормальный размер, кто-то говорит, в начале выдвижения цветочных кистей и так далее. На самом же деле способ определения оптимальной даты первой обработки против вредителей очень-очень простой. И для того, чтобы определить эту дату, лучше всего вооружиться градусником. Градусник вообще является очень хорошим помощником в саду и в огороде. Он позволяет нам определить оптимальные сроки посева. Температура на глубине заделки семян должна прогреться до температуры 10 градусов и выше, даже 12-15 для более теплолюбивых растений, таких как огурец. А также он позволяет измерять температуру воздуха. Но для определения срока первой обработки нам нужно не просто определить сиюминутную температуру воздуха, а нам надо определять ночную и дневную температуру. Ну, в принципе, можно, конечно, пользоваться и сведениями гидрометцентра для того, чтобы определить, какая температура. Но по опыту могу вам сказать, что вот здесь, в этой деревне, будет одна температура, а где-то там другая. И сроки обработки могут быть разными. Конечно, те, кто ездит на дачу там или в деревню раз в неделю, то это не имеет большого значения. А не когда приехали в выходные дни, тогда и обработали. Ну, в общем, рассказываю вам о правиле. Правило звучит так. Когда в течение пяти дней подряд, суток даже, я скажу так, пяти суток подряд, ночная температура не опускалась ниже 5 градусов, а дневная достигала 15 градусов, ну, пусть даже в течение часа она держалась плюс 15 градусов. Вот на пятые-шестые сутки, вот такой вот ситуации, и наступает срок проведения первой обработки смородины против вредителей. Таким образом, вам надо учесть температуру, которая была ночью ночная, ну, это примерно в час-два часа ночи. И дневная температура примерно в 12 часов дня, ну, в час дня. И как только вот это условие соблюлось, что пять суток подряд должны быть такие высокие температуры, вы точно можете быть уверенными, что все и насекомые, и клещи начали вылазить активно из своих убежищ, и не только вылазить из убежищ, но уже активно питаться и уже даже размножаться. Вот в этот-то момент их и надо обработать. Это могут быть перитроидные препараты, это могут быть авермиктины, это могут быть мыльно-масляные эмульсии, в том числе усиленные, это могут быть различные растительные препараты. Ну, то, что является привычным для вас при борьбе с вредителями. А роликов о том, как бороться с вредителями, различными способами, у нас довольно много. Что касается самой первой обработки смородины после наступления вот таких вот условий, то я рекомендую сделать обработку с помощью полисульфидных препаратов. В первую очередь, это препарат ПФК Лерос. Это фактически жидкая сера, она уже будет работать при температуре 15 градусов. Обрабатывая растения по инструкции, вы избавитесь как минимум сразу от двух проблем. Вы создадите хорошую профилактику и защиту от мучнистой росы, и вы также защитите свои кусты от различных растительноядных клещей. Между прочим, это также очень хороший совет для защиты и садовой земляники. Поэтому пользуйтесь этим советом. Ну, конечно, скажет кто-то, и чего, надо вставать в час или в два часа ночи для того, чтобы померить температуру, или надо покупать там метеостанцию с какими-то запоминающими функциями, чтобы она мерила ночные температуры. Ну, конечно, это, безусловно, затрудненная ситуация. Но в упрощенном варианте можно сказать так. Если вы встали в 6 утра и на улице вот нету изморозить, да, как минимум, то есть это уже означает, что в ночное время были положительные температуры. Посмотрите на градусник. Если в 6 утра температура воздуха 5-7 градусов тепла, то вы можете быть вполне уверенными, что такой же она была примерно и в течение ночи. Поэтому можно не обязательно ночью ее фиксировать, можно фиксировать в раннее утреннее время. И таким образом, ну, правильно учесть те сроки, когда необходимо сделать обработку. Вредителей в это время, видно, еще не будет. Вы их еще не увидите, и в этом главная опасность. А вот обработать вашу смородину является очень правильным. Возможно, такая обработка по этому правилу не потребует будущих обработок от вредителей и вовсе. Только не забудьте, что таким образом надо обработать в таком случае ваш весь сад. Все плодовые, а также декоративные растения. Для того, чтобы по всему саду избавиться от залежей и этих засидок различных вредителей. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, это простое правило поможет вам защитить ваш сад безопасно и эффективно. До новых встреч!